здравствуйте дорогие подписчики моего youtube канала с вами константин и сегодня у нас наконец-то четвертый выпуск нашей обсуждалки с момента выпуска предыдущей обсуждалки прошло целых три месяца на самом деле так быстро пролетели эти три месяца как никогда это все связано в принципе с тем что у меня появилось довольно много работы довольно много игр довольно много дел и поэтому время полетел очень быстро я извиняюсь что не было так долго обсуждалки правда постараюсь выпускать и подобного чаще вот но сделаю все от себя зависящее и так ну что первое что хочу сказать во первых поздравляю нас 8000 человек 8000 вы не представляете как это круто канал растет и нас прибавляется все больше и больше вот и все больше хороших людей заходит наш канал мне на самом деле просто отрадно все это видеть вспоминается что в августе прошлого года я отмечал 2000 человек было в октябре по моему мы отмечали что у нас было 3000 человек в январе около 5000 человек было и сейчас уже восемь то есть в принципе это очень очень здорово спасибо всем кто меня смотрит спасибо всем кто не уходит спасибо за ваши комментарии за ваши советы без вас я вообще бы никуда бы не просто не сдвинулся с места вы очень сильно мотивируете меня двигаться дальше и это очень здорово что наше сообщество так сильно так быстро и на мой взгляд это реально быстро на мой взгляд увеличивается и так я как обычно составил план сегодняшней обсуждалки сегодня мы с вами обсудим игры которые мы уже прошли за последние пару месяцев игры которые мы с вами проходим в данный момент и игры которые возможно мы будем проходить или сто процентов будем проходить то есть это все мы сегодня соответственно обсудим потом я постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы которые мне частенько задают я вам задам несколько вопросов на которые мне очень важно услышать ответы вот так что устраивайтесь поудобней кто хочет хоть сходите наведите себе чай кофе бутербродов сделайте потому что сегодня вы слушаете только меня вот они игровой процесс на самом деле для меня и для вас это очень важно потому что общение это всегда то что нужно для нас всех для нашего канала она это просто неотъемлемая часть нашего скажем так бытия и так ну что игры которые мы прошли за последние несколько месяцев я пойду по порядку и сделать такое краткий подыток во первых мы прошли с вами хайверин на playstation 4 я до этого игру не проходил вот на самом деле игра очень здоровская я давно так не переживал в играх как в этой игре вот как вы видели я получил не самую лучшую концовку за свою игру при том что всю игру я держался просто фактически я считаю молодцом я почти никого не убил там кроме лоран вот но в конце буквально двумя своими игровыми действиями я убил двух самых главных персонажей вот и у меня даже мастера регами сумел сбежать но потом я показал вам хорошую концовку это чисто для себя я хотел посмотреть на самом деле было здорово мне очень понравилось так что у нас дальше идет мы прошли ведьмака я прошел ведьмака я прошел его скажем так сокращенную версию я делал очень мало дополнительных квестов шел основном по основной сюжетке но есть тому причина потому что на самом деле игра очень здоровая очень огромна и я не рассчитывал проходить ее целый год но мне было очень интересно посмотреть чем все это закончилось спасибо всем кто смотрел спасибо всем что помогут всем кто помогал комментариями на самом деле это было очень очень здорово вот мы с вами прошли dark souls 2 а если быть точнее я прошел его вплоть до дополнений и прошел еще два дополнения 2 3 последние третье дополнение я пройти не успел вышел dark souls 3 возможно я в будущем его до пройду очень хочется посмотреть какие там еще у нас боссы до конца основной игры проходить я как того смысла не вижу потому что у меня на канале уже есть прохождение до конца там фактически ничего не менялось вот one piece pirate warriors 3 мы с вами наклепали в итоге 60 с лишним серий игра на самом деле очень здоровская правда немножко мы затянули но никуда не деться в игре много всего очень огромный дремлог при том что мы с вами только слегка тронули кошмар я потихонечку сейчас стараюсь открывать эти коинты чтобы потом в будущем нормально на кошмаре посмотреть уже персонажей сотого уровня вот так что в будущем рассчитываем все это дело продолжить с вами начали проходить игру наруто шторм дженерейшн вот игрушка хоть и получила довольно слабые оценочки но тем не менее я считаю что игра на самом деле свое какое-то место достойное место в списке игр про наруто заняла потому что ну пусть да там сделаны какие-то катсцены все это сделано довольно халтурно то есть ну как бы основная это сюжетная составляющая она не теряется то есть основную сюжетку нам все равно показывают хоть это и вкратце хоть это ужата пусть это слайд-шоу но тем не менее и там есть какие-то свои нормальные аниме вставки которые были специально нарисованы для этой игры блин почему бы не посмотреть и механика боя там уже претерпела такие хорошие изменения на тот момент они претерпели хорошие изменения в будущем эту игру я тоже продолжу сейчас данный момент мы проходим наруто шторм 4 они я расскажу чуть позже что у нас там планируется наруто ультимейт нижи шторм 4 то есть не путать пожалуйста с игрой просто наруто шторм это другая серия игр идет вот игры которые мы сейчас с вами в данный момент проходим это само собой у нас идет one piece romans down игрушка довольно тяжелый те кто не видел обязательно посмотрите на так полагаю все не мешки моего канала это следят за этой игрой потому что игрушка очень тяжелый все хотят посмотреть на мои мучения я по прохожу эту игру настолько насколько могу настолько насколько меня хватит потому что чем дальше влез тем толще партизаны вот то про выражение которое не знаю одним вот этим предложение просто описал всю игру в игре огромное количество гринда в игре очень тяжелые боссы не всегда понятно некоторые правила боя но тем не менее то есть я не знаю пройду ли я игру до конца но я постараюсь вам показать ее как можно больше то есть настолько насколько меня хватит в данный момент мы проходим dark souls 3 я очень тащусь сейчас прохождение этой игры игра очень здорово выполнена игра выполнена взялась просто для себя игра впитала самое лучшее из demon souls из dark souls из blood borne вот и я считаю что это здорово и очень печально слышать что это последняя игра серии souls вот но никто не потом не запрещает разработчикам и уже работать над bloodborne 2 если уже не работают над этим делом вот и это я буду проходить до самого конца прям сто процентов я очень тащусь с этой серии игр вот и надеюсь вы тоже к этому делу подключитесь потому что это здорово и вот я подошел к наруто шторм ultimate ninja шторм 4 с вами мы прошли все основную сюжетку с вами тронули дополнение основные сюжетные составляющие двух вышедших у на данный момент дополнений они в принципе вышли довольно таки простенькие я считаю что слишком простенький потому что сюжетная составляющая я так полагаю раскроет себя только на момент выхода третьего дополнения как вы могли заметить когда мы проходили сюжетная составляющая первого дополнения вообще было непонятно что есть что это за свиты которые мы отдали гарри он куда-то убежал то есть и мы оттуда потом просто ушли то есть что делал гора у нас у какаши сэнсея вот у хакаги что он там делал то есть вот такие вот пересечения были бы не абсолютно понятны когда вышло уже второе дополнение мы стали понимать что куда гора носил то свиток и от кого он его получил мы уже знали то есть некоторые сцены к сожалению у нас пересекались вот я так полагаю что когда у нас выйдет третье дополнение все станет на свои места третье дополнение само собой я сразу вам его покажу по поводу боев как я уже пробовал вам показывать бои по сети к сожалению вышли не очень хорошими по причине того что там очень большой пин идет как он не подсказали что если играть по рейтингу с пингом там будет получше я обязательно еще раз попробую поиграть тебе на этот раз по рейтингу вот и надеюсь что что ситуация в этом изменится стоит ли еще показывать какие-то такие свободные бои я не знаю может быть какие-то техники я еще покажу я опять же планирую сейчас разбираться с стримом стримом по наруто шторм 4 и по ван писсу pirate warriors 3 когда будет стрим я сейчас не могу сказать потому что у меня опыта в проведении стримов вот вот 0 я сейчас разбираюсь как это что как это сделать как это сделать чтобы она вышла красиво грамотно вот и чтобы было очень хорошее грамотное общение с вами я буду приветствовать любые советы по этому поводу от людей у которых уже есть опыт стрима потому что как говорится мне тоже нужно двигаться вперед нужно как скажем так постигать новые программы и чтобы делать просто к наш канал лучше и так игры которые мы с вами будем проходить сначала расскажу про игры которые будем проходить просто сто процентов то есть я уже посмотрел геймплей этих игр я показал вам какие-то превьюшки от этих игр и я остался просто в восторге надеюсь что вы тоже во первых это атака титанов игрушка уже вышла у нас в японии игра просто обалденно выполнена она у нас соответственно идет строго по насколько я понял даже по манге не по аниме которая у нас застопорилась на каком-то моменте а по манге которое уже ушло далеко вперед и просто очень хочется посмотреть весь тенге я в какой-то момент даже чуть пару раз не купил ее уже японскую версию чтобы вам и показать самому посмотреть но я понял что я пойму сюжет строго до того момента как идет аниме специально читать ради этого мангу я не хочу потому что потеряется все удовольствие от прохождения игры поэтому будем ждать пока она выйдет хотя бы на английском языке хотя она скорее всего будет только на английском языке вот и обязательно ее посмотрим следующая игра этого пис burning blood что могу сказать я уже делал превьюшку на эту игру на тот момент она меня не сильно впечатлило потому что показали очень малое количество персонажей механика боя на самом деле вообще себя пока что никак не раскрыла ничего такого я интересного там я вам признаюсь не увидел но по всем по последним данным по последним всем видюшкам которые показали на самом деле понял что персонажи будет благо много это хорошо геймплей в процессе того как игра сейчас выходит его допиливают допиливают всю эту механику боя я надеюсь что будет реально нормальный баланс будет реально интересно и будет собственно грани будет никаких проблем с пингом если играть в онлайне я надеюсь онлайн нам будет вроде бы как заявлено что уже сто процентов он там будет поэтому в эту игру играем тоже сто процентов какой только она выйдет соответственно тоже хотя бы на английском языке может конечно погибать японскую версию которая выходит буквально уже по-моему на днях она выходит вот но это все будет зависит от цены потому что игры если покупать в японской вариации они выходят там за 5 а то может быть и за 6 тысяч рублей на самом деле это очень дорого за игру сюжет который ты даже не поймешь если он там какой-то уникальный я считаю что она того не стоит проще дождаться пока она выйдет уже хотя бы локализованная на английском языке так что еще какие у нас еще а final fantasy 15 то есть я надеюсь вы посмотрели тот первый взгляд тот ту демку которую я проходил для канала то есть я остался в таком диком восторге вы не представляете то есть я у меня опыта в серии финал фэнтези вообще никакого нет то есть я в эту серию залазил мельком бог знает когда и как-то не представилась возможности нормально погрузиться но как мне сказали по сюжету в принципе все части с между собой почти никак не связаны не связаны только какой-то общей вселенной там какими-то своими там богами там еще кем-то то есть ну какой-то такой вот составляющей вот и можно вообще без зазрения совести поиграть 15 часть когда она выйдет к сожалению выйдет она еще не скоро выйдет вам только в конце года насколько я помню вот но она будет на нашем канале я думаю сто процентов по поводу опять же категории классики есть несколько игр которые я хочу пройти то есть это будут игры сразу которые пойдут за one piece romans down то есть как только кончится мое терпение либо мы эту игру пройдем 1 из 2 вот мы с вами будем играть в наруто шторм 2 просто шторм 2 не ultimate ninja шторм вот эти вот серии а наруто шторм 2 я уже как-то показывал первый взгляд на эту игру на playstation 2 игрушка какая-то очень веселенькая вот она идет по моему опять же по основному сюжету но выполнена очень очень забавно геймплей там очень забавно идет также к этой категории я отнесу игры full metal алхимист я не помню показывал ли я первый взгляд на это дело но игрушка у меня есть она уже записана на диске тоже опять опять же на playstation 2 это не мешка сделано все по анимешке которая собственно говоря произвела какое-то свое впечатление хоть и оставила честно какой-то негатив душе ну есть такое дело что еще какие игры мы с вами будем проходить я рассчитываю проходить beyond two souls то есть за гранью две души которая вышла перед зданием на playstation 4 я слышал очень много отрицатель отзыв по поводу по поводу этой игры я вам признаюсь на playstation 3 я начинал играть в эту игру то есть она у меня была я прошел наверно процентов где-то 20 после чего как вы помните у меня playstation 3 сгорела у меня была старенькая такая толстушка еще самый первый которая служила у меня восемь лет вот она сгорела сгорелся желтый огонь смерти и я потерял все сохранения я балбис не выгружал их тогда в облако при том что у меня было была подписка playstation plus ну что-то как-то я не думал что такое может случиться я потерялся сохранение не стала перепроходить после вообще продал эту игру вот потому что узнал что она выйдет переизданием на playstation 4 многие многим она не понравилась и не хотят перепроходить потому что говорят мол вот там рваный такой сюжет реально в третьей части в третьей части но господи на playstation 3 сюжет подавался очень рваном то есть сначала нам показывали где она была там взрослом состоянии по моему потом показывали где она была очень маленькая потом где она уже подросток где потом она опять маленькая то есть девочка вот это за которую мы играем с этим призраком вот и это как-то очень рвало весь сюжет и ты должен был как-то в мозгах все это составлять что на самом деле как-то отрицательно сыграл повлияло на эту игру но насколько мне сказали я сам еще не смотрел не запускал но на playstation 4 в переиздании весь сюжет поставили по порядку то есть начиная с момента когда она маленькая девочка и дальше взрослее 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 все что с ней встречал теперь случалось строго повзрастающей чтобы сюжет у нас просто плавно складывался в мозгах а не рвался на куски как тысячный пазл я считаю что это здорово и если это реально так то я думаю эту игру мы обязательно с вами посмотрим она уже куплена продавалась именно в комплекте с хайверы как только так сразу поехали дальше это уже опять же я говорю про серию игр вот этих вот фильмов которые у нас на канале идут то есть это были life и strange то есть этот соответственно был heavy rain то есть эта игра until dawn until dawn то есть игрушка это такой ужастик который имеет опять же много различных концов в зависимости от того кто у нас выживет кто не выживет интересно ее посмотреть я не знаю когда я ее буду проходить но в планах честно сказать есть по поводу этой игры пишите тоже свое мнение мне интересно знать то есть я так полагаю правда что наверно все уже посмотрели эту игру на ютубе у популярных каких-нибудь летсплейщиков которые там очень эмоционально все это дело прошли но как минимум для себя эту игру очень хочу пройти так и еще одна игра про которую я хотел наверное спросить которую я очень хотел пройти это переиздание на nintendo view the legend of zelda violet princess которая вышла у нас в этом году она очень здоровская я у меня в планах его заказать вот чтобы пройти наверное для канала не знаю насколько эта серия будет для вас интересно я в эту серию вообще ни разу не влезал но поскольку являюсь счастливым а может быть и не очень счастливым владельцем nintendo view вот очень хочется посмотреть эту игру я уже чуть было не купил ее на вей но когда узнал что будет ее переиздание думаю почему бы и не взять и вот у меня в планах тоже заказать эту игрушку и пройти кто в нее играл тоже напишите свое мнение по поводу этой игры кто не играл опять же пишите что по поводу по этому поводу думаете и так про игрушки в принципе по говорили что теперь хочу вам сказать как вы заметили недавно вышел топ игр лучших игр по ванпису мне интересно ваше мнение вроде бы как всем этот топ понравился я вам признаюсь что я смог сделать этот топ потому что сейчас в данный момент я наконец-то нахожусь в отпуске у меня отпуск всего две недели из которых неделя почти уже прошла вот после чего еще будут какие-то никакие но майские праздники чтобы сделать этот топ у меня ушло два дня по 6 часов я сидел да вот вроде бы всего 10 минут на самом деле занимает довольно много времени я сделал определенные выводы для себя во первых что я способен и могу это сделать в принципе вполне себе сносно вроде бы как отрицательных отзывов было довольно таки мало но тем не менее я считаю что получилось довольно таки достойно по крайней мере на сегодняшний уровень на сегодняшний уровень нашего канала вот хотите ли вы видите еще такие топы меня просили типа сделать там топ игр по наруто я скажу так по наруто делать топ немножко бессмысленно в том плане что как было верно подмечено из наруто нормальные игры это вот только серии наруто шторм наруто шпуден ultimate ninja шторм то есть и фактически делать топ игр из там четырех возможных игр или еще каких-то вот и просто расставить их в другом порядке не очень круто но я подумал что я смогу сделать вам обзор фактически на каждую игру серии не вот это именно шторм серии сделать обзор там 5 10 минутный чтобы те кто не смотрел у меня на канале прохождение этих игр а я рекомендую их посмотреть потому что они были довольно таки веселые вот чтобы вы могли посмотреть именно обзоры на каждую из этих игр и тоже выставлять там какие-то определенные оценки данным этим играм я недавно делал кстати на канале такой опрос как вы помните голосование за игру сенран кагура только к сожалению народ не понял как участвовать в этом голосовании смысл был в голосовании вот в этой части экрана появляется опрос в котором из всех наверное сколько там было посмотрела в общем ты больше тысячи человек его посмотрела человек 30 наверно только знают как пользоваться этим вопросом то есть когда появляется у вас здесь вот сейчас вот тут появляется вопрос то типа хотите ли вы поиграть в эту игру нужно на нее нажать и появится варианты ответов там были вот в этом участвовал только на человек 30 из которого я не смог сделать полноценный вывод стоит или не стоит не играть вот но я могу высказать мнение по поводу свое мнение по поводу этой игры когда я первый раз посмотрела геймплей вообще как на нее попал я периодически захожу в playstation store и смотрю вышла новая игра и там была вот эта игра из серии сенран кагура думаю дай-ка посмотрю геймплей стал смотреть геймплей блин а ведь прикольный слэшер целый ворох персонажей да пусть они все женские персонажи но тем не менее что меня пока почему я сделал голосование и что меня останавливает от прохождение этой игры это небольшая нецензурная часть данной игры то есть что именно как это там не цензурного а это именно вот эти вот их не превращение те кто не видел посмотрите где-нибудь геймплей на ю тубе то есть каким образом это все выглядит тем и помним знаменитую sailor moon и когда она превращалась все это было соответственно что у нее там один костюм пропадал другой у нее красиво появлялся то есть но все скандальные места были засвечены вот и никаких вопросов ничего не возникало здесь происходит в принципе по тому же принципу то есть и все скандальные места здесь засвечены но сейчас приведу пример я просто увидел превращение второй девушки на youtube канале у меня просто пошли кровавые слезы когда показали ее силуэт при том силуэт показали очень слабо такой засвеченный в обнаженном виде и они превращаются при помощи какого-то определенного свитка все у всех девушек почему-то этот цвет появляется и извиняюсь из груди у одной он просто и вышел из попы и боже у меня тогда такие просто кровавые слезы пошли боже но почему такую красивую игру нужно было превращать в местами такую изнять пошлять ну то есть я думал что если я буду проходить эту игру для канала то наверно может быть буду даже вырезать или реально посильнее цензурить все это дело вот но пока что не факт те кто еще не проголосовал обязательно пройдите по моим видюшкам посмотрите еще раз вот это голосование и проголосуйте потому что в принципе игрушка довольно интересная но вот из-за вот таких вот моментов я не знаю стоит или не стоит вообще показывать это дело у нас на канале то что канал нас довольно приличный то есть у нас никто не ругается у нас очень приятные подписчики то есть я надеюсь вам нравится то как я все это дело показываю есть еще одна игра которую я хотел бы обсудить ну как обсудить просто спросить и даже не спросить я наверно буду ее проходить игра называется night of azure эта игра вышла эксклюзивно тоже по моему на playstation 4 вот возможно еще на xbox one то есть это японская рпг которая очень красиво выполнена в принципе там все абсолютно нормально в нее можно поиграть тоже в планах на будущее на нее есть и так ну что я рассказал вам про целый ворох игр и теперь самый главный момент когда вообще впихивать все эти игры на наш канал потому что на канале как вы заметили пока я нахожусь в отпуске я свободно могу выпускать две серии в день то есть два видео на допустим две разные игры это очень очень здорово как только я выйду на работу скорее всего все это опять спустится до одного видео в день вот я постараюсь выпускать их два видео в день то есть но это все связано с тем что я все-таки работаю работаю у меня довольно много я хотел рассказать вам как вы можете поддержать мой канал то есть не в каком-то денежном варианте то есть не надо поддерживать канал денежном варианте и в принципе кто хочет я конечно не против вот но ни у кого не заставит не составит труда реально поддержать мой канал тем что отключат расширение блокирующий рекламу я сейчас объясню что вообще это такое очень многие сейчас наверное я так полагаю процентов как минимум 70 у себя в браузере ставит какой-нибудь отблок чтобы блокировать рекламу я например эти расширения никогда не ставлю то есть все каналы и все видео которые я смотрю и допустим со мной ничего не случится если перед получасовым роликом я посмотрю там какую-нибудь рекламку на 15 секунд но я прекрасно понимаю что только благодаря этой рекламы я смогу смогу смотреть это видео бесплатно и они будут просто регулярно продолжать выходить потому что те кто делают эти ролики они же тратят очень много своего времени вот и соответственно это время должно как-то оплачиваться тем более что если это является основным источником заработка я думаю что все все вы прекрасно понимаете что если у меня канал наконец-то дойдет до того уровня когда я могу посвящать ему все время то есть я смогу ну реально скажем прямо я смогу зарабатывать на жизнь своим каналам да именно вот так это назовем когда это будет я не знаю вот но вы можете всему вы можете этому делу поспособствовать ничего я думаю не случится с людьми если там посмотрит там от 5 до 15 секунд за рекламу но на самом деле уже пойдет поддержка реально поддержка канала я рекомендую так делать всегда даже когда вы смотрите там не мой канал любые другие каналы потому что только благодаря рекламы рекламе вы можете смотреть это и эти видео абсолютно бесплатно и они будут радовать вас тем что будут выходить куда чаще приду пример что как только я перейду на полно рабочий график своего youtube канала я смогу вам показывать как минимум три серии в день вообще свободно то есть у нас будет три игры одновременно проходиться каждый день помимо всего прочего я смогу делать обзоры на игры то есть я смогу делать чаще обсуждалки я смогу делать стримы то есть опять же это просто будет все всем будет только от этого только лучше то есть я сейчас вам рассказал единственную фактически причину по которым у нас более-менее сейчас это развитие нашего канала еще тормозится вы меня очень часто заливайте вопросами но не часто но заливают вопросами по поводу того когда же будет обзор на аниме one piece которые я говорил что сделаю на самом деле обзор фактически готов весь текст написан уже пактически сделано на большую часть монтажа но меня остановило то что сейчас на всех аниме каналах произошел все начали отказываться от этих обзоров начали отказываться от того чтобы показывать какие-то аниме сцены потому что youtube начал очень сильно и быстро просто блокировать каналы которых именно идет проблема с авторскими правами с анимешками вы не представляете какие-то проблемы и они начинают к сожалению выплывать довольно внезапно приведу пример я когда-то там год назад выкладывал там наруто шторм 3 игру то есть и никаких особых проблем таких не было наруто шторм 2 тоже показывал там парит варьерс 3 показывал никаких реальных проблем не было но спустя год у меня вдруг youtube закричал что боже мой там же есть какая-то сцена аниме сцена где вот на нее заявлены авторские права и сейчас вот если еще две такие проблемы вылезут подобные мой канал тут же закрою я вынужден а просто бегом 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 залезать и удалять вот эту сцену прямо в редакторе youtube и такие вот проблемы стали уже влазить просто в играх потому что к сожалению к счастью в играх это вылазить не часто как я посмотрел и послушал людей которые делают обзоры на аниме у них каналы чуть было не закрыли потому что такие же проблемы пошли но пошли уже куда чаще почти фактически ска в каждом видео что я хочу сделать возможно в ближайшем будущем я создам 2 резервный канал на котором попробую все это дело выкладывать если там никаких проблем не будет возникать то возможно этому будет реально посвящен либо отдельный канал либо я уже это все буду переводить на свой вот этот основной канал то есть это следите просто за новостями моего канала я еще обязательно расскажу об этом следующий обсуждалки если это реально все будет воплощено в жизнь и как бы наверное все все о чем я хотел вам рассказать я вам рассказал я еще раз хочу поблагодарить всех кто меня смотрит большое спасибо за все ваши комментарии большое спасибо за то что вы пришли спасибо за то что вы смотрите мое видео все мои видео и за то что вы смотрите какие-то старенькие видео я просто стараюсь работать над собой я стараюсь отвечать почти всем то есть по мере своих сил по мере своих возможностей возможностей. Я фактически никогда не чищу комментарии во всех своих видео. Я чищу их, вам сразу скажу, только в двух случаях. Во-первых, это за мат. В любом его проявлении я просто сразу удаляю. Еще раз начинаете материться, я заношу человека в черный список, потому что у нас приличный канал, на котором я не потерплю никакого мата. Вот. Второе, я чищу комментарии, когда идет абсолютно необоснованная критика. Любую обоснованную критику, я никогда, я только приветствую обоснованную критику, потому что таким образом я работаю над собой, и вы просто видите, что я как-то даже вам сразу стараюсь на это дело отвечать. Вот. Но если критика необоснованная, а еще вместе вкупе с матом, то сразу, извините, я такие вещи удаляю с канала, потому что у нас приличный, хороший анимешный канал. Армия наших анимешников растет, нас уже 8 тысяч. К лету я думаю, свободно будет 10 тысяч, и пусть их будет 100, 200 тысяч, и чем больше, тем лучше, потому что я считаю, что в аниме нет абсолютно ничего плохого. Аниме-культура на самом деле настолько добрая, настолько здоровская, настолько, наверное, в чем-то получающая. Я сейчас говорю про хорошие анимешки. То есть у меня, я вам приведу такой пример, у меня на работе многие спрашивали, чем я занимаюсь, вот, и что я смотрю. Я начал говорить, смотри, говорю, здесь начинаю заговариваться. Я начал им говорить, что я смотрю аниме, делаю аниме, там, какие-то обзоры, делаю аниме-игры. Они говорят, боже, но это же, извините, порнография. Я говорю, простите, говорю, какая порнография? Они говорят, ну аниме, это же все порнография. Я говорю, простите, но оказывается, у меня на работе никто не был в курсе разницы между аниме и хентаем. Я говорю, я не смотрю хентай, я не показываю хентай. Это все равно, что говорить, что я смотрю фильмы, и мне бы сказали, боже, ты смотришь порнофильмы? Я говорю, нет, я смотрю хорошие фильмы. То есть, а народ, оказывается, особенно старшее поколение, они вообще в этом ничего не понимают, и я пытаюсь всеми силами на работе все это дело объяснить. Если вы можете, то тоже всем объясняйте, в чем кардинальная разница между этими абсолютно двумя разными категориями. А в хорошем аниме нет ничего плохого, оно очень здоровское, всегда хочется еще раз пересмотреть очень многие моменты, переиграть в многие игры. И есть еще, в принципе, один такой момент, что если у меня не получится делать обзоры на аниме для канала, у меня есть в планах в будущем совместно, не знаю, на ютубе или нет, на каком-то другом ресурсе, делать совместный просмотр ключевых, основных и интересных сцен на различных аниме, и тут же, соответственно, делать на них какое-то совместное обсуждение. Мне кажется, эта идея, в принципе, довольно-таки неплохая. Пишите тоже свое мнение, что вы по этому поводу думаете, но это пока что только в планах. Стримы, еще раз повторю, они будут. Как только я разберусь во всей этой системе, как только у меня будет возможность и время во все это дело влезть, но я обязательно во всем этом разберусь. С вашими советами или без них, где-то я все равно найду на это ответы. Итак, ну что, давайте на сегодня закончим. Это была клевая обсуждалка, я надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока.